Глубоко уважаемый президиум, дорогие коллеги, ну это не мой опыт собственный, это опыт большого количества центров Российской Федерации по лечению пациентов комбинации первой ренвотинип с виролимусом. За что огромное спасибо Марии Игоревне Волковой, которая это все собрала, эти все данные, и действительно работа была проведена достаточно серьезная. И понимание о лечении вот этой комбинации стало более ясной, что ли. Ну давайте начнем с голосования. Что вы используете в практической жизни для того, чтобы выбрать препарат для лечения медстатического рака почки? Здесь есть группа прогноза по МСКСС или АМДС, общий соматический статус, наличие препарата в доступе, tumor growth rate, и можете не один из перечисленных выбрать. О голосовании можно? О голосовании идет с в порядке. А, да? Так. Большинство выбрало, конечно, группу прогнозов, что, наверное, правильно. Я расскажу о опыте общероссийском по данной комбинации. Действительно, у нас было 20 центров, это было наблюдательное исследование, это не было рандомизированным исследованием, где оценивалась эффективность применения комбинации линвотениб во второй и последующих линиях лечения медстатического почечноклечного рака. Почему мы решили взять эту линию? Мы знаем все исследования ХОП, где был проведен анализ 151 или 153 человек, из них 50 получало комбинацию линвотениб с виролимусом, и получились достаточно неплохие результаты. При этом, каким образом, я не совсем понимаю до сих пор, но стало считаться, что эта комбинация, она является комбинацией выбора для пациентов, у которых имеется худший соматический статус, чем при других, при назначении других препаратов. В исследовании ХОП такого на самом деле не было описано, то есть там все пациенты включались с ЭКОГом 0,1, но, как ни странно, проведя наше наблюдательное исследование, получилось так, что действительно пациенты с худшим соматическим статусом реагировали на данное лечение. Характеристика пациентов, она представлена на слайде, мы видим достаточно разнородную категорию пациентов. Все пациенты, по своей сути, это были пациенты с метастатическим светло-печечным раком, были пациенты с плохим прогнозом. Большинство пациентов имели множественные метастазы, то есть достаточно серьезная группа пациентов, которым, в принципе, если им можно было проводить какое-то хирургическое вмешательство, то только палеотивное или даже симптоматическое. То есть здесь мы именно рассчитывали на лекарственный ответ. Привет. Что хочу сказать. Количество предшествующих линий было до пяти линий до назначения ленвотениба, что достаточно серьезно, мощно и говорит о том, что в настоящий момент мы говорим о метастатическом раке почки как о хроническом заболевании. При этом мы говорим это уже непосредственно с точки зрения практической медицины. Максимальный ответ, к сожалению, как и все ингибиторы тиразинкиназ, максимальный ответ у нас это частичный регресс по большей части, но зачастую это вообще стабилизация процесса, что здесь, в принципе, было и показано. Причины отмены предшествующей терапии было либо прогрессирование по большей части, либо непереносимая токсичность. Что хочу сказать по данному исследованию по ведению пациентов. 35 человек, медиа наблюдения 10 месяцев, 35 человек до настоящего момента продолжают лечение. То есть 50% пациентов с достаточно распространенным процессом продолжают лечение. 38% завершили терапию, 14%, к сожалению, уже ушли из жизни. У трех пациентов была непереносимая токсичность, из-за чего был отменен препарат. Медиана продолжительности применения препарата составила 7,5 месяцев, и это примерно около 7 упаковок препарата. Медиана длительности 10 месяцев, медиана циклов 9. Время до прогрессирования, медиана времени до прогрессирования на фоне данной терапии составила 17 месяцев. 17 месяцев для второй и последующей линии терапии это выше, чем даже в исследовании ХОП, где были более благоприятные пациенты. С чем это связано, очень сложно сказать. Вероятно, это было связано с применением симптоматического хирургического вмешательства, локального вмешательства. Либо это хирургическое вмешательство, либо это гамма-нож, в первую очередь на область образования в головном мозге. Потому что мы использовали данные методики, они входили в ОМС, совершенно спокойно мы их назначали. И в данном случае, вероятно, ответ был связан и с этим. Конечно, если посмотреть на данную таблицу, то видно, что люди, которые были в хорошем соматическом статусе и в группе благоприятного прогноза, естественно, реагировали на лечение данным препаратом намного лучше. Та же самая ситуация с пациентами, если они получали вторую линию или третью и последующую линию лечения. Если пациент проводил вторая линия лечения, мы и ожидали значительно более длительный ответ. Из собственного опыта я хотел бы сказать, что начал я назначать линовотенип с эверолимусом именно пациентам в четвертой, по-моему, и в пятой линии лечения. И такого эффекта большого я все-таки не обнаружил. Почему? Потому что пациенты были уже ослаблены, пациенты имели достаточно большое количество уже сопутствующих заболеваний, связанных с предшествующим лечением. И что еще меня поразило, это отсутствие побочных явлений, фактически, вот у этих пациентов. Их просто было мало. Когда я назначил пациентам лечение комбинации во второй линии, я получил ответ, то есть у пациентов был частичный ответ. Но самая большая проблема – это возникновение токсичности, которое, мягко выражаясь, меня погрузило в депрессию. Но я восстановился вместе с пациентами и, в принципе, чувствовал после этого себя достаточно неплохо. Посмотрите, вот пока я это все говорил, на общую выживаемость, общая выживаемость пациентов составила 20 месяцев, медиана общей выживаемости. И 12-месячный рубец преодолели 70% пациентов. Корреляция между соматическим статусом также отражена графически и между предшествующими линиями терапии. По поводу ответов я вам уже говорил. И вот непосредственно клинические ответы на лечение. Вот мы видим здесь наличие метастаза при проведении терапии линвотенибы и эверолимусов. После двух циклов мы видим, что отсутствует восклюризация, здесь имеется некроз. Пациент достаточно хорошо среагировал на данный вариант лечения. Та же самая ситуация. Мы видим уменьшение размера очага в легком. Вот выпад, он выраженный. При этом пациент действительно чувствовал себя очень плохо. На фоне лечения отмечается выраженная положительная динамика. 83% это нежелательные явления, которые возникали у пациентов. Но я думаю, просто некоторые центры активно побочные явления не отражали. Я могу сказать так, что если вы готовите пациента на схему линвотениб с эверолимусом, ожидайте побочные явления. Это обязательно произойдет. Если это не происходит, пациент либо не принимает препарат, либо вы просто закрываете глаза на те побочные явления, которые у него есть. Обязательно побочные явления будут. Даже не волнуйтесь. Они обязательно будут. Вот перечень побочных явлений, которые есть. Очень активно обращаю внимание на потерю веса. Стремительная потеря веса может приводить к развитию сердечной недостаточности и уходу пациента из жизни. Если вы вовремя это не увидели, то действительно эта ситуация может закончиться катастрофически. У меня, к сожалению, был такой неприятный инцидент с пациентом. Я связался еще с двумя центрами. Один в Москве с Блохина и один в Нижнем Новгороде. У них аналогичная ситуация. То есть пациент не сообщает о том, что у него потеря веса. Он теряет за месяц 25-30 килограмм. Госпитализация в кардиологический стационар. Там лежит какое-то время. Уже восстановить его нормально не получается. И умирает он, по своей сути, от прогрессирующей сердечной патологии. Но, тем не менее, вероятно, это все связано с отсутствием должного поддерживающей терапии для того, чтобы пациент просто вовремя восстанавливался. И сейчас мы активно используем глюкокортикоиды для этого. И иногда используем медроксипрогресситерон ацетат. Очень неплохо себя зарекомендовал. Единственное, что в России его фактически сейчас нет. Вот еще один ответ. Это побочные явления ассоциированы с приемом афинитора. И лабораторные отклонения также здесь представлены. Мы видим, что их не так и много. Но, тем не менее, анемия встречается достаточно часто. И этот побочный эффект есть. Его достаточно легко корректировать, если мы видим ранние степени его проявления. Что очень приятно, то, что на фоне проведения данной комбинации мы видели очень большое количество положительных моментов в отношении улучшения самочувствия. То есть мало того, что мы это, например, видели по стабилизации процесса или улучшения по томографии. Очень хорошо это все было и по восприятию пациента. Так, у меня уже время уходит. Выводы здесь представлены. Вывод какой? Вывод то, что данная комбинация, она имеет место быть. Необходимо, конечно, смотреть, какой группе пациентов это назначать. Я бы больше использовал тех людей, у которых имеется как минимум нормальный индекс массы тела или более высокий индекс массы тела. И ответ на лечение будем ожидать лучше. И пациенты, конечно, хорошего соматического статуса. И лучше, чтобы это была именно вторая линия лечения. Потому что исследование ХОУП проводилось у пациентов второй линии лечения. Так, это извините. Вот голосование можно? И давайте еще раз проголосуем, какой препарат вы выберете для лечения пациентов метастатическим почвенно-клещным раком при условии низкого соматического статуса и высокой скорости роста метастазов. Голосуем. Вы меня услышали. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...